Земля Смарт-пицца Аймеконская долина по праву считается наиболее суровым местом, где проживает постоянное население. В настоящее время в суровом селе живет около 500 человек, которые всеми силами борются с жестоким морозом. В среднем годовая температура в Аймеконе составляет минус 15 градусов по Цельсию. С ноября по март здесь стоит мороз от 30 до 50 градусов ниже нуля. Официально признанный абсолютный минимум был зарегистрирован Аймеконской метеорологической станцией 6 февраля 1933 года, тогда в селе было минус 67,7 градусов по Цельсию. Согласно неофициальным же данным, абсолютный минимум был установлен в 1926 году, когда в Аймеконе было минус 71,2 градуса по Цельсию. Примечательно, что Аймекон также славится экстремально высокими летними температурами, которые могут достигать отметки в плюс 30 градусов по Цельсию. Таким образом, разность абсолютных максимумов и минимумов температуры составляет более 100 градусов, и по этому показателю Аймекон занимает одно из первых мест в мире. Жители Аймекона спасаются от холода различными способами. В первую очередь они, конечно, очень тепло одеваются, поскольку если зимой вы выйдете на улицу Аймекона в достаточно легкой одежде, то замерзнете через 5 или 10 минут и не будете чувствовать пальцев. Вдобавок к этому, идя по улице, жители Аймекона стараются не открывать рот, чтобы не вредить легким. Также они нередко заходят в небольшие магазины по пути куда-нибудь, чтобы немного погреться. Стоит отдельно отметить водителей, которые буквально страдают в такой мороз. Чтобы добраться куда-либо на машине, нужно установить двойные стекла, чтобы воспрепятствовать образованию инея, укутать двигатель одеялом, а решетку радиатора проложить войлоком. Также водителям Аймеконцам нельзя стоять на месте, поскольку спустя 20-30 минут колеса превращаются в нечто прочное, напоминающее по плотности кирпич. Вдобавок, по словам Аймеконцев, на морозе ни в коем случае нельзя глушить мотор, потому что в этом случае заново завести его получится уже весной, когда морозы пойдут на спад. Несмотря на то, что местные жители обитают на постоянной основе в одном из самых холодных и суровых мест во всем мире, многие из них относятся к этому с неким уважением и даже считают свою землю благословленной. International Falls, США В США холодно не только на Аляске. Исключением не является и штат Миннесота, который в первую очередь известен огромным количеством озер. Также этот штат знаменит своим суровым климатом. Именно здесь находится самый холодный населенный пункт континентальной Америки – город International Falls, который часто называют холодильником нации. Этот титул давно превратили в бренд. Город рекламируют как лучшее место для проведения испытаний в тяжелых погодных условиях. Зимы здесь длительные и очень снежные, а среднегодовая температура не превышает и 10 градусов тепла. Снег накрывает International Falls в конце октября и сходит только к маю. В среднем зимой здесь около 20 или 30 градусов мороза, но бывали дни и похолоднее. Так, в январе 1909 года метеорологи зафиксировали температурный минимум. Тогда морозы достигли отметки в минус 48,3 градуса по Цельсию. Зимой 2017 года перед Новым годом температура в городе опустилась до отметки в минус 38 градусов по Цельсию. Разрушительные смерчи, наводнения и торнадо в этой местности – тоже не редкость. Неудивительно, что население International Falls в настоящее время едва превышает 5 или 6 тысяч человек. Чтобы согреться, люди надевают многослойную одежду и стараются передвигаться только на транспорте. Правда, из-за сильных морозов шины сдуваются слишком быстро. В городе есть аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами, кинотеатр, парк развлечений, библиотека, колледж, несколько радиостанций и местное издание The Journal. В 11 километрах отсюда расположен популярный среди туристов национальный парк Voyagers. Добраться туда можно только по воде – на лодках, каноэ или каяках. Якутск – это крупнейший город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. На нынешнее место его перенесли в 1643 году. Несколько лет до этого Якутский острог стоял на правом берегу реки Лены. Точные копии построек того времени в настоящее время можно увидеть в историческом квартале «Старый город». Температурный минимум был зафиксирован в Якутске в феврале 1891 года. Он составил 64,4 градуса ниже нуля. Сейчас в городе живет около 320 тысяч человек. Зимой светлое время суток здесь длится не более 3-4 часов, а морозы нередко пересекают 50-градусную отметку. Так, в январе 2017 года температура в городе опустилась до минус 65 градусов по Цельсию. Как отмечают местные жители, 20 минут по дороге на работу было достаточно, чтобы ресницы покрылись очень густым инеем. Примечательно, что в Якутске невозможно построить метро и подземные переходы, поскольку слой льда здесь измеряется десятками метров. Именно поэтому, чтобы тепло от построек не подтапливало мерзлоту, все дома стоят на глубоко в битых сваях. Люди, родившиеся и прожившие в Якутске всю жизнь или большую ее часть, привыкают к холоду. Зачастую их кожа привыкает к холодам настолько, что становятся куда менее склонны к обветриванию, нежели у неместных жителей. Тем не менее, якуты все равно теплоукутываются в холодные времена. Местных людей согревают натуральные дубленки, шарфы, меховые шапки и унты. Впрочем, несмотря на невероятный холод, якуты относятся к погоде как к чему-то привычному, и поэтому не отказываются от повседневных радостей. В сорокаградусный мороз дети с удовольствием катаются на горках и замерзших озерах, которых в Якутске много, а различные мастера создают на улицах города красивые снежные и ледяные скульптуры. Иногда эти ледяные изваяния даже представляются на местных конкурсах и фестивалях. Хелл, Норвегия Название почтового норвежского городка Хелл в переводе с английского означает «ад», и это действительно так. В сочетании с невероятно низкими субарктическими температурами, это название стало одним из главных факторов для привлечения путешественников. Хелл расположен примерно в 30 минутах езды от Тронхейма. Каждый раз перед въездом в ледяной город поезд проходит сквозь длинный темный тоннель. С декабря по март Хелл полностью замерзает. Температура опускается до минус 25 градусов по Цельсию. Казалось бы, это не так много, однако по сравнению с российским холодом разница ощутима. Высокая влажность воздуха и ветер делают город Хелл одним из самых суровых обитаемых мест на всей планете. Население норвежского города составляет около полутора тысяч человек. Они живут в утепленных скандинавских деревянных домах, ездят на велосипедах и занимаются садоводством в теплое время года. В городе есть магазин, бензоколонка, ресторан быстрого питания, а также дом престарелых. Помимо этого, Хелл знаменит ежегодным блюзовым фестивалем, который проходит в сентябре. Из достопримечательностей можно выделить несколько уцелевших наскальных рисунков и один из самых часто фотографируемых указателей в мире с названием города. Норвежское оформление грузов Hellguts Expedition англоязычные туристы читают как «экспедиция бога». В настоящее время железнодорожная станция со знаменитой табличкой уже не работает, но поезда все же останавливаются здесь по просьбе пассажиров. Верхоянск, Россия Небольшой городок Верхоянск в Якутии официально считается полюсом холода северного полушария. Город был основан в 1638 году и на протяжении некоторого времени был местом ссылки для участников политических восстаний. Тогда он назывался Верхоянский острог. В настоящее время население города насчитывает чуть более 1200 человек, поскольку жить в таких невероятных условиях готовы далеко не все. Зима в Верхоянске очень холодная и длительная. Школьников нередко освобождают от занятий только тогда, когда столбик термометра опускается ниже минус 56 градусов. Минимальная температура, зарегистрированная в городе, составляла 67,8 градуса ниже нуля. Она была зафиксирована в феврале 1892 года. В июле воздух редко прогревается выше 22 градусов, причем заморозки здесь бывают даже в короткий летний сезон. Чтобы попасть в Верхоянск, нужно около трех часов лететь на самолете из Якутска. Потом еще два часа предстоит добираться на автомобиле. Зимой здесь прокладывают специальную дорогу – Зимник. По нему путь до столицы региона занимает четыре дня. Доставлять в Верхоянск цемент очень проблематично, поэтому все местные здания строят из обычных бревен и отапливают печками на дровах и угле. Что касается местных жителей, то чтобы спастись от холода, они кутаются во все самое теплое. Во многом их одежда совпадает с одеяниями жителей Якутска. Отметим также, что каждое лето верхоянские энтузиасты отправляются на поиски мамонтовых бивней, поскольку здесь находится одно из самых крупных кладбищ мамонтов. К слову, в августе 2018 года в окрестностях города был найден целый скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Снетч, Канада Своим появлением канадская деревня Снетч обязана периоду золотой лихорадки на Аляске. Она была первым поселением в Клондайке и имела собственный военный аэропорт. Самую низкую температуру в долине реки Уайт дежурные метеорологи зафиксировали в феврале 1947 года. Она опустилась до минус 63 градусов. Новость об этом быстро просочилась в газеты и возглавила заголовки новостей. Тогда в Снетче проживало около 30 человек вместе с персоналом аэропорта. Они отмечали, что в тот день была на удивление хорошая акустика и кристальная четкость звуков. Тогда на расстоянии 6,5 километров можно было ясно услышать лай собак и даже разговоры людей. А рев двигателя, пролетавшего над деревней самолета, разбудил в тот день всех, кто еще не проснулся. Холод продержался несколько дней. По словам метеоролога Гордона Тула, у людей сильно слезились глаза, а дышать приходилось с особой осторожностью. Из-за глубоких вдохов можно было задохнуться или сильно обжечь легкие. В то время местные жители провели несколько интересных экспериментов. Подброшенная в воздух посуда рассыпалась еще до падения на землю. Также в период диких февральских морозов 1947 года металл и кожа в Снетче ломались, а дерево и резина становились твердыми, как цемент. В настоящее время в Снетче никто не живет. Аэродром закрыли еще в 1968 году, а спустя несколько лет площадка была очищена от зданий. В этой местности практически не бывает лета. Средняя годовая температура составляет около 5 градусов ниже нуля, а снегопады и сильные ветра происходят здесь даже летом. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!